Всем привет! Рада приветствовать вас на нашей презентации курса 2D Classic. Это курс 2D анимации в школе анимации ОСА. Меня зовут Аня Комарова, я координатор проектов в школе анимации ОСА, и вместе со мной, конечно же, супервайзер нашего курса это Надежда Пшеничникова. Надя, привет-привет! Привет-привет всем! Так, расскажи немножко о себе, давай мы тебя представим как супервайзера курса, расскажи о своем опыте работы, о том, может быть, как проходит твой курс, что для тебя главное в 2D анимации. Покажи, наверное, нам какие-то работы, давай знакомиться. Итак, у нас курс 2D анимации с самого начала. Мы начинаем со снов, с упражнений прыжок мяча, маятник, потом идет движение хвоста, потом уже идет движение целого персонажа, прыжок мышки, который основан как раз на прыжке мяча. И, собственно, почему у нас такой набор упражнений? Потому что, исходя из моей работы, все эти упражнения, как бы на них выстроена практически вся анимация. Я работала долгое время на Свердловской киностудии. Я занималась краткометражными авторскими фильмами. Там все довольно специфично, то есть там авторская рисовка. Я использовала очень много программ, не только TuneBoom, которые у нас есть в курсе, но также и Photoshop, TVPaint. Так, у нас еще один человек подключился. Привет. Привет, привет. Привет. Вот. Я использовала много разных анимационных программ. TuneBoom, даже Photoshop, у него есть видеослои. Также Krita, TVPaint. Вот. И у TuneBoom я уже позже перешла. Я хочу показать сейчас, в общем, чем заключалась моя работа. Сначала мы посмотрим видео, а потом мы уже посмотрим рабочие материалы. Они довольно интересные, потому что это такая свободная анимация, там свободный стиль и разные различные материалы. То есть это сочеталась не только компьютерная анимация, но также и какие-то ручные техники. То есть... Ой, простите, я не включу. Так. Ну и также сканировались, например, ручные какие-то кальки или специальные текстуры, которые сканировались и потом уже подставлялись как фон или что-то подобное на анимацию. Вот. Ну, мы посмотрим, наверное, фильм, где я сделала довольно много работы. Он называется «Самый страшный». Режиссер Павел Никифоров. Вот. И чуть-чуть его посмотрим. Самое интересное, что он делался в фотошопе полностью. Так. Если нужно быть погромче, то можно написать. Или потише. Так. Это у нас был трейлер. Еще несколько фильмов я могу показать по рисовке, в которых я участвовала. Это был «Тише». Этот проект был сделан в TV Paint и покрашен там же. Вот это была моя сцена, кстати. И давайте еще один проект посмотрим. Это был большой проект. Это была реклама кистей, набора кистей, посвященного памяти Кита Харингтона, художника американского. И это были кисти компании Adobe. Вот. Вот. И я там делал анимацию для некоторых частей. Это аниматик. То есть это такая сжатая версия первоначальной анимации, которая показывается режиссеру. Режиссером. И по этому аниматику уже аниматоры смотрят и прорисовывают уже финальную анимацию. Ну и, соответственно, так как кисти для фотошопа, ты это делала в фотошопе. Правильно? Да. В этом был смысл. Собственно, вообще можно сказать сразу про этапы. То есть, когда мы делаем анимацию, у нас есть несколько этапов. Даже когда мы рисуем самую простую обычную анимацию, даже тот же прыжок зверушки, то мы должны сделать первоначальную черновую раскадровку, маленькую совершенно. Потом мы можем сделать аниматик, и сразу мы уже увидим, какой у нас тайминг. То есть, как быстро движется на каком-то этапе зверушка, движется она медленно или быстро. То есть, такая хорошая проверка себя первоначальная. И тогда вы потом не потратите время на перерисовку кадров, или когда вы уже, например, сделали мультипликат и покрасили все. Чтобы ничего не выбрасывалось, то лучше заранее все сделать. То есть, раскадровка, аниматик, и потом уже мы рисуем мультипликат, и потом мы уже прорисовываем. Наверное, и самый поздний этап, когда мы накладываем какие-то эффекты уже на особенное видео. Вот, а давайте теперь посмотрим, как все это создавалось. Ну, можно прямо начать как раз с ролика, посвященного Харингтону. Пять секунд, у меня спряталось окно. Нет, не спряталось. Да, спряталось. Пять секунд. Плохо иметь три монитора. Хорошо иметь три монитора. Так. Вот, собственно, вот такой у нас дается персонаж. И есть вот такие вот видеослои. Сейчас мы их найдем. Сейчас мы их найдем. Сначала можно убрать вот это вот. Во время. Вот. 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 И, собственно, в Photoshop такой прям маленький таймлайн есть. И получается вот такая маленькая анимация. Это имитация масляной краски. Вот. Вот. Есть вот такие слои. И каждый слой отдельно. То есть отдельный слой для даже цвета рукава, футболка, плечо, рука. Для каждого элемента есть отдельный слой, который мы заливаем или рисуем. Вот так это все выстроено. Вот. Например, можно посмотреть еще что-то посложнее. Сейчас посмотрим. Например, вот такой парнишка. У него тоже микродвижение тут было. Так. Следующая. Да. Следующая была рука. Вот насколько. Да. Она тоже в движении. Вот. Так. Еще один. Ага. Это копия. Так. Так. Вот это. Окей. Да. Это еще один. Примерка. В общем, вот такие вот сценки. Между прочим. Это кажется довольно легко. На самом деле каждый кадр отрисовывался полностью заново. Все для того, чтобы мы просто видели именно такой вот эффект масляной живописи. Вот. Так. И тут сразу вопрос. Все кадры вручную ведь сделаны? Да. Все кадры вручную. То есть по кадровой анимации два кадра. По два кадра все делалось. Вот. И все красилось вот так вот вручную. Ну, это так требовал заказчик. То есть есть проекты, которые используются в перекладке. И, собственно, наша программа TuneBoom, она позволяет делать как и покадровую анимацию, так и перекладочную анимацию. То есть мы можем изготовить рик, собрать его. И у нас уже все части нашей маринетки, они будут двигаться. Иногда можно даже совмещать. То есть можно совмещать в одной сцене в TuneBoom и рисованную анимацию, и перекладку, что очень удобно. Photoshop этими отличается как и TVPaint, и Krita. То есть они только работают с растром. И они только работают с растром. А TuneBoom это векторная программа, и плюс она еще объединяет как бы два формата анимации. Старый и новый. Надь, смотри, ты показала сейчас достаточно много разнообразных работ. В том плане, что одна сделана в Photoshop, вторая в Paint, третья еще в чем-то сделана. Обучение у нас идет в TuneBoom. Расскажи, пожалуйста, почему ты отдала предпочтение именно этой программе после того, как сравнила работу здесь, здесь, здесь и здесь. Почему для учебы ты выбрала, для обучения ты выбрала именно эту программу? В чем ее преимущество, кроме того, что это можно совмещать сразу два стиля и вообще насколько она востребована? Ну, во-первых, первое, это конечно же она востребована на студиях, в основном она востребована на студиях сериальных, потому что она и создавалась для этого, чтобы создавать быстро анимацию, именно перекладочную анимацию и делать большие объемы. Я к ней пришла совершенно случайно, изначально она мне не нравилась, потому что она показалась мне очень сложной, но потом я попала на проект, который как раз готовился в TuneBoom, изготавливался в TuneBoom, и я поняла, что это прям суперпрограмма. Почему? Потому что растровые программы, они меньше позволяют работы с линией и вообще работы, возможности именно работы с тем, что ты нарисовал. То есть в TuneBoom ты можешь нарисовать линию, ты можешь ее деформировать как тебе угодно. В растере это как бы довольно сложно, тебе приходится какую-то форму дорисовывать. Потом в TuneBoom можно легко копировать без потери качества, потому что растровая анимация, ты копируешь, например, из одного кадра в другое, и постепенно качество теряется. Потом еще когда ты увеличиваешь, например, сильно зумируешь какие-то объекты или даже, например, ту же анимацию, слой, то там тоже опять теряется качество. В TuneBoom такого нет, мы можем вообще забыть про то, что как-то качество может потеряться, потому что вектор позволяет сохранять очень четкую линию. И, собственно, чем еще приятен TuneBoom, то что он позволяет делать быструю автозаливку. Мы можем специальным инструментом выделить всего нашего персонажа. Он скопирует контур на слой заливки и обведет все, что у нас должно покраситься ровным контуром. И мы можем просто заливать буквально какой-то заливкой в Photoshop. И это прям максимально удобно, потому что мы можем настроить даже границы заливки. То есть на пиксель больше, на пиксель меньше, и у нас прям будет она автоматическая и прекрасная. Так, было бы неплохо показывать все это, пишут нам комментарии. Да, работа отвлеклась. Так, сейчас мы тогда посмотрим, что у меня был за проект. Вот. Собственно, вообще мы видим TuneBoom. Это вот и есть TuneBoom. Да, что мы видим? Мы видим окно, где мы работаем, камера. И главные у нас окна – это таймлайн. Вот это вот все, что выделено красным. Вот. И что нам еще нужно? Вот эта вот сложная вот эта вот схема – это называется нодовая система. Она есть только в двух программах. Ну, самый популярный – это Blender и TuneBoom. Она позволяет работать с очень сложными проектами в сериалах. Мы туда тоже залезем и все это изучим. Это выглядит страшно. Но на самом деле все довольно легко, потому что все объединяется. Какие-то группы, слои, слои. И все это легко потом можно перемещать из одной сцены в другую. Из одного места, например, Тайлана в другую. В общем, это облегчает на самом деле работу. Такая система. Вот. Потом, что мы еще видим? Мы видим панель инструментов. Выше эта тоже. У нас работа уже с кальками. Режимы. И вот эта вот странная штука – это у нас… называется X-Sheet. Это, если кто знает, в анимации есть… Точнее, в диснеевской анимации есть такие листы. Они называются экспозиционные. Вот. Там записывается, сколько мы… Вот мы нарисовали, например, кадр, и сколько мы должны его задержать на камере. То есть, например, три кадра. Или, например, статика, то мы задерживаем ему, например, на десять. Вот. И тут то же самое, только программа сама записывает. Мы вот тут вот указываем на таймлайне, что какой-то кадр занимает… Например, вот тут три… Какая-то фаза занимает три кадра. Вот. И он тут вот записывает. И эти потом экспозиционные листы можно экспортировать, переносить в другой проект. Можно просто их распечатать, если там кто-то прям совсем захочет в старину идти по старинке работать с бумажными вариантами. Вот. Что у нас получается? У нас, получается, мы работаем и создаем… И вся она с анимацией держится на разных слоях. Например, вот здесь вот. Это уже отрисована анимация. Вот. Вот здесь черновая. Даже видно. Сейчас я уберу вот эти слои. Вот. То есть ко мне я была прорисовщиком и заливщиком. То есть мультипликатор… Нет, я еще была фазовщиком. То есть я сама делала сначала себе фазовку, потом я сама все прорисовывала и красила. Вот такой прям процесс. Вот. Такая анимация. И дальше она вот еще продолжает. Нет, я продолжаю. А, я не включила слои. Сейчас я включу. То есть вот у нас есть то, что нам приготовил фазовщик. Вот. И потом я уже переходила именно к прорисовке. Вот она идет на этом слое. Вот. Вот так у нас, получается, выглядят наши фазы. То есть тут по две. В основном, кстати, этот проект был в стилистике аниме. Хотя он не был японским, но он был международным. То есть там были художники, аниматоры из разных стран. Но он был в стиле аниме. Вот. Это был сериал про кота, который живет в этой мультивселенной или что-то такое. Из чего у нас, в принципе, состоится. То есть если мы выделим, мы видим, что вот тут вот, оп, это все векторы. То есть у нас, как, наверное, кто работал в иллюстраторе, то увидит, что это линии, которые соединены точками. И мы можем их также легко деформировать. То есть не перерисовывая заново, мы можем просто изгибать эти линии. Также в Тунбуме, что очень классно, есть два вида рисования. То есть можно рисовать карандашом. И это как будто бы вектор, он как бы идет по середине нарисованной линии. А можно рисовать и кисточкой. А кисточка – это просто пятно. И вектора уже идут по краю всего пятна. И мы можем, самое классное, что мы можем как бы перемещать, превращать карандашную линию в линию кисти. И так будет проще с ней работать, например. Например, есть проект очень красивый, если кто помнит, полнометражный. «Мальчик Лис». Он даже «Оскар» выиграл в прошлом году. «Мальчик Лис» и «Кончит» такое вот было. Там была как раз очень красивая анимация. У нее контур был имитация туши. И там, скорее всего, они тоже делали в этой программе. Или они делали или в этой программе, или в блендере. Потому что видно, что там обрисовывалась именно 3D-модель. И можно, например, запрограммировать кисти и настроить тут. И рисовать, как будто бы ты рисуешь, например, китайской тушью. В общем, тут очень много настроек для создания различных стилей. Даже вектор. Например, здесь есть акварель. Акварельные кисти интересные. Так. Тут вопросы есть. Я правильно понимаю, что лучше всего для этого использовать графический планшет. То есть, что нам нужно для курса. Да. Ну, с графическими планшетами сейчас все попроще. Потому что у нас в Китае работает... Ну, во-первых, Китай у нас, кстати, стал, в принципе, как сказать, кузницей аниме-индустрии. То есть, туда очень часто отдают на аутсорсинг аниме-проекты. И там просто очень много аниме-художников именно на уголенке. И, собственно, под эту индустрию подстраивается и техническая база. То есть, да, очень много марок появилось именно китайских. И они... Да-да-да. Вот мальчик, рот, лис и конь. Да-да-да. Вот там вот. Казалось бы, полнометражка. В то же время, как это красиво сделано. Так вот, про планшеты. Есть фирмы X-Pen, Gaomon. Вот у меня экранник. То есть экранный монитор, на котором можно рисовать. Проще говоря, экранник. И, вроде бы, еще с не очень приличным по-русски названием, как всегда, с китайского Huion. Вот. Ну, что ж понять. Ну, что ж поделать-то. Вот так есть. Вот. И эти три фирмы, они, собственно, лидеры в китайской именно вот такой арт-технологиях. Вот. И у них есть, в принципе, очень доступные планшеты. Как и маленькие планшеты, как и экранники. Довольно прям... То есть, если сравнивать с вакуумом, вакуум, конечно же, он прям сильно поднял свои цены. Так что планшет, вот, доступен, наверное, всем. Часто. И он обязателен, правильно? Да, и он обязателен. Ага. Планшет целый бюджетный, среднего сегмента и топовый модели, в общем. Ну, вот, если прям топовый, то, конечно же, нужно брать экранник. Да, Пабло, да, тоже хороший. Вот. Бюджетный около трех-пяти. Да-да-да. И, тем более, даже можно еще поискать там ссылку. Ну, то есть, это не думаю, что прям проблема. Они даже сейчас стоят дешевле, чем самые дешевые смартфоны. Вот. Да. Так, ну, экранник можно брать, в принципе, от любого производителя, потому что он, ну, супер облегчает работу. Потому что, если брать обычный планшет, который вот как ты рисуешь, и ты не видишь, что ты там рисуешь, нужно подстраивать свой мозг даже под рисовку. Потому что, вот, например, я рисовала на маленьком планшете и мне было очень сложно прорисовывать какие-то вещи. Я потом купила экранник и отдохнула с облегчением. Ну, как бы, у Вакома шикарные, конечно, экранники. Вот. Ну, также у Гаомона, вот мой Гаомон, он тоже очень хороший. Он у меня уже пять лет. Вот. И все с ним было прекрасно, и он ни разу не ломался. Вместо него только собака перегрызала провод. Мы его починили. Вот. Также поддержка, между прочим, у китайских фирм тоже неплохая. Сейчас она тоже сохраняется, в отличие, наверное, от Вакома. Там под Россию, наверное, тоже что проблемы сейчас с поддержкой. Угу. И хорошая еще у Вакома и Юктус Про серия. Вот. У меня есть на работе такая штука. Она прям тоже неплохая по чувствительности. Вот. Единственное, у Гаомона, вот у моего, нет чувствительности к наклону пера. Ну, как бы, оно, этот наклон, он закладывается уже в сами кисти в программах, поэтому я как бы не сильно вижу в этом проблемы. Даже, например, у меня у Вакома есть чуть-чуть несколько клонов пера на работе. И он, наоборот, не мешает. То есть я иногда... Блин. То есть как будто бы я, когда я работала бы карандашом, я бы не предлагала, предлагала бы больше усилий, чем если бы я работала пером. В итоге пером, получается, я подстраиваюсь очень такое чувствительное сильно. что мне вот тут вот даже удобнее. Так. Ну, наверное, что еще посмотрим. Это была прорисовка. Что-нибудь еще сцены возьмем. Так. А, тут даже с озвучкой. Да, фазовку я делала тут тоже. Получается, мне надо было вот это все прорисовать. Все эти ручки, все вот эти вот элементы на рукавах, пальцы. У него есть робо-рука. И также есть перчатка. То есть это довольно сложная была штука. Потому что пальцы придутся в ракурсе. Вот. Также сцену, кстати, очень классно. А, да. Чем еще очень классен Тунбун? То, что у него вот есть область кадра. И дальше у нас есть вот такая прям область за кадром. И она просто бесконечна. И туда можно просто подкладывать все, что тебе нужно. Например, персонажа в разных ракурсах. Его повороты головы, эмоции. Все что угодно. Вот я прям выкладываю вокруг себе. Что-то можно прям брать, подтягивать, например, поближе. Если ты с чем-то работаешь, например, с эмоциями. Или потом обратно убирать за кадр. В общем, это очень добрая штука. Так. Угу. То есть почти все дают возможность настроить численность и нажатие пера, да. Берите для себя для начала, а потом, как вольетесь, уже будет понятно, что вам нужно. Да. Такс. О. Сцена загрузилась. Вот такая. Так. 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 Я могу в целом даже показать именно финальный результат. У нас есть как бы такое вот видео. Пять секунд только я его найду. Пять секунд только я его найду. Кто хочет? Можно пока? А, мне интересно сейчас программа про Create Dreams. Скажите, пожалуйста, про опыт. Про опыт. Я сейчас в ней рисую на работе. То есть я всю свою уже работу перенесла в Pro Create Dreams. Ну, у меня довольно специфичная работа сейчас. Это реклама для такси. И я веду по факту анимационный комикс в интернете про такси. Вот. И я там рисую и маскотов такси. Там есть мальчик Максимка и пингвин. Вот. И все это я делаю в Pro Create Dreams. Почему? Ну, во-первых, ну, как бы, сейчас объясню почему. Такая комиксная анимация, она довольно простая. И в Pro Create Dreams она прям идеально вписывается. То есть сложные вещи вот такие, как этот сериал, конечно же, лучше делать не в Pro Create Dreams. Потому что тут, ну, очень много нужно копировать. Да. В Pro Create Dreams, как они объявляли, у них есть... У них нет ограничения по отмене теперь своих операций. То есть назад ты можешь делать хоть сколько отмен. Но, оказывается, у них есть ограничения по созданию групп. Ну, групповых слоев. То есть ты делаешь какие-то слои. Например, там покрас, line и какой-нибудь черновой слой. Вот. И максимальное там сколько-нибудь, 50 вроде бы слоев. Я поняла, что слишком сложно, конечно, анимацию там не сделать. Потому что именно группы как бы заканчиваются. Возможность групп. А так, в принципе, такую среднюю анимацию, как вот там в примерах, вполне реально сделать. Вот. Ну и, собственно, работа с жестами, это прям круто. То есть там ты можешь... Там нет кнопок практически. И там все можно делать жестами. То есть используешь там 4 пальца, как-то сдвигаешь timeline. Используешь там 3 пальца, возвращаешься вперед. И 2 пальца назад тыкаешь. То есть все очень здорово. Я уже забыла, что такое кнопки. Вот. Так, сейчас я пробую найти. 5 секунд. А вы пока еще вопросы пишите. Так. Рум-тур будет. Вижу, как круто оформлена комната. Да, это моя студия. Она лично моя. Тут еще творческие люди. Рум-тур у нас будет на курсе. Сори, сори, сори. А, наверное, я попробую сейчас вот так вот и перенестить. Тэнс. Тэнс. Ммм, так, да. Да, на весь экран. Нет, не хочешь ты? Так, ну вот так. Ладно, давайте вот так посмотрим, что будет загружаться. с конца. Тут'd be full codes events box. importing sentido, but there are some dark places. Hello, my name is yoshi. I'm calling on behalf of central bank. We have personal credit offer free you. И splash a video. Get rewarded for every так, ладно. Ладно, ладно, скачаем Лучше скачаем И тут сразу вопрос, пока у тебя скачивается Программа курса подходит для работы в Дримс Мне сейчас сложно дается все Пока начало и пока всего боюсь Хотелось бы помощи Ну вот мы сейчас перейдем как раз таки в целом Про программу курса Конечно же расскажем про лекции Для какой программы у нас записаны Но не забудем о нашем индивидуальном подходе Вам рассказать, конечно же Но в целом Ну смотри, то есть у нас Как бы курс рассчитан На в основном покадровую анимацию Но мы берем Какой-нибудь несложный и пробуем Делать несложный рик Для того, чтобы просто как бы для себя Для развития, для будущего Если кто захочет работать уже на сериалах Мы поняли, что это вообще такое Как они создаются, как с ними работать И в Procreate Dreams Ты не сможешь работать с ригами Ну потому что это, собственно, только фишка Тунбума Вот А покадровая анимация Ее можно выполнять, в принципе, везде Но дело в том, что я рассказываю, конечно же, Тунбум Какие у него кнопки Как мы тут рисуем Вот И, в принципе, про Procreate Dreams Раз я там работаю, я тоже могу рассказать Вот, если у нас будет время Вот В принципе, можно там выполнить работу Можно, знаешь, можно сделать так Так, что какие-то 2D вещи Именно покадровые Можно выполнить в Dreams А потом уж, когда будет риг То можно уже перейти на Тунбум И сделать там То есть можно вот такую совмещать работу Так Что у нас там? Уроки бы скачалось Нет, не скачалось Угоды Может, сказала скачать Так, сохранить Ага Понятно Не может отсюда скачать Ну, ладно Вот так, наверное, только Я думаю, что если научиться пользоваться Тунбум То этот опыт поможет и в других программах Ну, безусловно Принципы анимации Они везде же одинаковые Тунбум По факту Самая сложная программа Из всех 2D-шных программ Ну, потому что она именно Как бы была разработана Для больших сложных проектов Сериальных Вот Есть еще программа Которая тоже работает именно с Вектором И с ригами И тоже можно там покадровая Тоже делать Вектор на этом Моха Про Вот Ну, как бы Тут выбирай, кто куда пойдет Это как бы Как вот как есть Майя и Блендер Вот тут то же самое Ты идешь или в Тунбум Или в Моха Ну, в целом Как бы Студии работают И той, и той программой То есть нет такого Что кто-то предпочитает Ту или ту Вот как работал аниматор Или там режиссер главный Какой программ он работал Тот и он выбирает Майю, да Ну, вот я Почему-то сейчас Вот хочу именно на Блендер Потому что там есть Грис Пенсл Который Имитирует Карандаш И он как бы в 3D Вот В общем, это такая Интересная штука То есть как будто бы 3D превращается в 2D Мы опять возвращаемся В 2D из 3D Вообще сейчас, кстати, да Если поговорить Именно о работе То идет большое Такое возвращение Именно к 2D анимации Потому что Во-первых, она не требует Такого Затрата ресурсов Компьютера, как 3D Вот И И она быстрее изготавливается То есть какие-то вот Ролики для соцсетей Проще выполнять уже в 2D Какие-то комиксы Такие анимированные Это все проще сделать в 2D И Как бы Больше контента Больше Подписчиков Отликов И все такое Вот Немножко осталось Там есть нецезурная лексика Но она на английском Звучит обидно Для 3D аниматоров Будущих Рассовен Ну Это Какие тенденции Это не совсем тенденции Это Требования Именно Я не знаю Как бы Вот именно Те, кто заказывает Анимацию То есть Они хотят Потратить Как можно меньше денег Да, рынок просит Да, как можно меньше денег Как можно быстрее Получить анимацию Те, кто заказывает Субтитры делал DimaTorzok 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 Вон так раз была она уже в финале Вот Вообще интересно, что тут 3D было Именно все фоны, именно они изготавливались 3D И потом уже художники их обрисовывают То есть 3D служил от BD Довольно забавно Так, ну давайте, наверное, проектов уже хватит Вот мы посмотрим Так, 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 так Вообще, у нас есть предложенный вариант Как бы персонажей, которые вы можете использовать Но также можно взять своего персонажа То есть вы сами ищите у него персонажный лист Такой моделл щит называется Куда есть персонаж, его ад и поза И какие-то его ракурсы Вот То есть нам нужна какая-либо зверюшка Ну, желательно какой-то мышка, хомяк Вот что-то такое, то есть Что не слишком сложное по атону То есть кошка-собака, это уже сложно Проще взять какую-то простою мышку И мы будем ее прыгать То есть То есть мы уже перешли к упражнениям Которые мы непосредственно делаем на курсе Да, или, например, вот здесь Вот это вот совмещенное упражнение По факту это и прыжок и маятник Так, что еще? Ну, ага Это у нас уже вот наш мячик То есть, ну, конечно же, лучше просто брать И отрисовывать мячик от руки То есть Чтобы мы просто учились рисовать элипсы И вообще, потому что это такая вот базовая фигура Диснеевская анимация Вообще в анимации То есть рисовать нужно много То есть мы заранее Себе усложняем работу А не используем какие-то простые фигуры То есть вот здесь простая фигура Использована была Но лучше все-таки рисовать от руки Да, и еще важный момент Когда мы То есть в финале мы сдаем анимацию Такую сборную Сборный шот из всех упражнений И нам нужно их собрать Их какое-то единое целое Чтобы все происходило в едином пространстве Можно заранее продумать Посмотреть список упражнений И придумать себе как будто бы сцену из фильма То есть возможно этот мячик как-то упал Кто-то его поднял Какая-нибудь мышка побежала за ним Что-то там двигается как маятник Это возможно какой-нибудь хвост И что-то такое вот Похоже на него В общем придумать себе Возможно какую-то абсурдную анимацию Это очень хорошее упражнение для того Чтобы вообще развивать у себя творческое мышление То есть не просто рисовать упражнение Которое довольно скучно Когда ты уже придумал себе какой-то мини-сюжетик Возможно Это уже довольно интересно Также по рисовке Я не даю каких-то строгих рамок То есть может быть не просто четкая линия Сможно какая-то прерывистая Или например как в этом полнометражном мультфильме В стиле какой-то вот японской графики Главное чтобы это все красиво смотрелось И вам было приятно и удобно рисовать Вот желательно для окончания курса Для получения сертификата Это все покрасить То есть чтобы у нас были фаны Чтобы у нас персонажи были все покрашены Вместе с мячиком Вместе со всеми веревочками И тогда я уже принимаю все наши работы По длительности всем Над всем мы работаем 3 месяца Первый месяц это у нас упражнения Мячик, маятник, хвост И потом уже на втором месяце Мы приступаем к прыжку зверушки И уже переходим к эффектам Это такая отдельная область анимации Даже есть отдельная профессия Которая занимается только 2D эффектами Например, как вот здесь Это работа студентки Вот она пробовала То есть Падающая капля воды И потом Взрывающийся Как-то шарик взрывается Там вода вот так вот остается Огонь Различные виды Это очень полезная штука Потому что Во-первых, мы учимся работать со стихиями И здесь очень легко применять 12 принципов анимации И в особенности с кошей стрейч Потому что это свободные формы Вода, огонь Они принимают различные формы С ним проще работать Чем с персонажами У которых есть конкретная форма Также мы еще Изучим все 12 принципов анимации Пройдемся по ним Как они все Собственно Применяются И вот Вот такой у нас план работы Так Какие-то еще вопросы есть? Я могу сейчас только добавить Пока, может быть, там ребята пишут вопросы О том, в целом Как у нас проходят занятия У нас будет вот Надя сказала, что Три месяца обучения Три месяца обучения Это значит 12 встреч вас с супервайзером Раз в неделю У вас будет онлайн созвон Где Надя будет давать Какую-то теорию При необходимости Конечно же Проверять вашу домашнюю работу И, естественно Отвечать на ваши вопросы Лекции будут в записи Если я не ошибаюсь То до седьмой недели Идут лекции в записи После седьмой недели У вас там идет Чуть ли не индивидуальная работа Которая будет уже зависеть от того Как вы В каком направлении Вы двигаетесь дальше Надя, поправь меня Если я в этом моменте не права А литературу какую-нибудь Посоветуйте У меня есть специальная папка Которую я потом вышлю С книгами Именно электронными Во-первых, самая главная книга Это Ричарда Вильямса Северокит Как-то так она называется По-английски Это вся теория анимации Собрана Потом еще есть Очень классная книга Норштейна Снег на траве Ну это прям Как бы библия Для российского аниматора Почему? Ну потому что Собственно Норштейн это наше все Именно для авторского кино Ну и собственно Он очень классно Рассказывает Там как именно Работать с образами Именно Как бы не просто Когда ты Анимируешь Не нужно Именно механически Все это Как бы изучать То есть Ты можешь конечно изучить Правила анимации Красиво все это делать Но если как бы Ты не понимаешь И вкладываешь это Какие-то свои На русском языке Да, на русском языке Вот Свое какое-то Вот ощущение А то у тебя Не будет получаться Как бы полностью Выразить какую-то Либо эмоцию персонажа То есть вот Он прямо Рассказывает Как будто бы Как психолог Или даже как Да, душа Как психолог Или как Не знаю Как творческий Человек И на как художнику Работать с образами Которые есть у него в голове И как это переносить В анимацию Для тогда аниматов Такой эмоции Ну в принципе Да, то же самое же Как бы Как работать с образами Там у него есть И как создавать Раскадровки Есть немного Про историю живописи Как она вообще Влияет на нашу Анимацию У меня есть То есть в интернете Есть Снег на траве Она такая Урезанная версия Большая Но В целом У него есть Как бы Отдельное издание Там две книги Вот Если я У него Помучаюсь Отсканирую То я еще И эту выложу Там как бы Такое расширенное Прямо издание Вот У меня даже есть Подписанное С вами Мерштейн Потом Еще наверное Книжки Сейчас подумаем Да Еще есть книжка Именно только Которая касается Эффектов Она тоже переведена На русский Там все есть Про эффекты Огонь Вода Пар Все что угодно Там магические эффекты Это была книга Написана Аниматором Диснея Который рисовал Волны В этом Лиле и стич В общем Там все Очень классно Расписано То есть Там уже Прямо на Супер Какую-то Анимацию Эффектов То есть Не просто Как бы Мультяш А именно Практически Фотографические Волны Можно нарисовать Как на картине Вот по этим Схемам Так Что еще Ну а ну Как мы работаем Мы встречаемся Один раз в неделю Вот Мы разбираем Все наше ДЗ Возможно Я даю Какую-то Еще лекционную часть Если я понимаю Что нужно Например Подтянуть рисунок Какие-то лекции Я могу дать дополнительно Например По тому же Рисунку Очень часто Западают у людей Например Им сложно рисовать Какие-то позы В ракурсах То есть Я рассказываю Как двигать Персонажа В пространстве Как двигать Его относительно Своей оси Какие-то части тела Вот Как нам не Как бы Как не терять Объем Когда ты Анимируешь Потому что Очень часто Люди теряют То есть Персонаж у нас Был маленький Он вырос Или наоборот И он Например Потолстел На В самом середине Прыжка Вот такие Как это Избежать Этих Ошибок Так И В течение Всего курса Можно писать В чат У нас Есть общий Чат Там Можно Задавать Любые Вопросы Можно Кидать Прогнозичные Варианты Домашнего Задания Я могу Отписываться По нему Что поправить Что может быть Уже Сделано Возможно Вот И Собственно Вот так И мы И три месяца И работаем Так Я еще хочу Сказать Что В стоимости Курса У нас Заложено 12 встреч С супервайзером Но если Вдруг По какой-то Причине Вам Надо Встреч Больше То есть Например Вы Вы работаете Очень и очень Быстро И вам не хочется Ждать неделю До следующей встречи Для наших Стажеров Предусмотрено Такой момент Как Покупка Дополнительных Ревью Их можно оплатить У нас на сайте В разделе Курсы Вы можете Докупить И договориться С надеждой О удобном Времени Либо это будет Какая-то Онлайн Встреча Либо это будет Просто Запись Запись Фидбэка То есть Если у вас Нет никаких Дополнительных Вопросов Вам не нужно Никакого Дополнительного Объяснения То возможно И просто Проведение Получение Фидбэка В записи Что касается Стоимости Обучения То в нашей школе Можно курс Оплачивать Двумя способами Это Помесячная Оплата То есть Каждый месяц Перед началом Учебы Вы оплачиваете Один месяц Или же Оплата Всего курса Сразу В этом случае У нас Предусмотрена Скидка Это 10% Она уже Прямо Сразу В цене На сайте Учтена Но Для тех Кто сегодня К нам Пришел До 4 февраля То есть Это буквально Уже Послезавтра Наш промокод Сгорит Но сегодня Он еще Сегодня И завтра И 4 числа Включительно Он действует Промокод Урок 5 Он дает Скидку Дополнительную Скидку 5% Как пишется Промокод Я сейчас Напишу В чате Урок 5 Латинице Одно Одно Слово И если Вы придете С другом На курс 2D Classic То вы Получите Каждый Еще Скидку 5% Дополнительно Которая Суммируется И со скидкой Урок 5 И со скидкой Которая дается За оплату Всего Курса Сразу Для получения Этого Промокода Вам нужно Будет Оставить Заявочку У нас На сайте Или Написать В личные Сообщения В любой Из наших Социальных Сетей Вам там Быстренько Ответят И подскажут Как получить Код За дружбу Есть ли Какие-то Вопросы Может быть На данном Этапе Может быть Что-то Вам Еще Хочется Узнать О том Как Проходят У нас Занятия Что Мы Конкретно Изучаем Может быть Что-то Поподробнее Вы хотите Узнать Добавлю По поводу Программы Школа Не Помогает Ни с Приобретением Ни с Установкой Программы Тумбум То есть Перед Началом Курса Программное Обеспечение Вы должны Установить Самостоятельно Так Есть ли Еще Какие-то Вопросы Надя У тебя Комментарии Может быть Есть Какие-то Ну Вроде Будь Я Рассказала Все Можем Еще Немножко Посмотреть Какие-то Работы Давай Собственно Говоря Посмотрим Может быть Работы Вот После Нашего Курса Стажеры Уже В принципе Могут Претендовать На роль Джуна Или на работу На Фрилансе В изготовлении Каких-то Там Реклам С простыми Формами Назовем Это так Ты могла Был показать Примеры Таких Работ С которыми Наши стажеры После успешного Безусловно Конечно После успешного Окончания Курса Могут Справиться Ну Вот я Нашла Простую Рекламу С очень Простой Анимацией Вот Она Вся Векторная Посмотрите На этого Милашку Это Пакетус Примитивус В своей Неестественной Среде Обитания А это Это его Потомок Пакетус Полосатус Он живет С человеком Уже 20 лет И проживет Еще 100 А вот Пакетус Упражнение Водичка Водичка Да А скорость Программах В программах В принципе Все довольно Просто Вообще Чем Отличается Такая Анимация Что у нее Очень Красиво Выставлен Тайминг То есть Какие-то Вот Где-то Идет Очень плавная Анимация На ускорение И Вот за счет Этого У нас И получается Довольно Такой Красивый Эффект Потом Я Еще Хочу Показать Ту рекламу Которую Делала Я Сама Так Раз Все Наши Упражнения Собраны Рыжок Хвостик Вот Они Все Ну Да То есть Это Была Реклама Фрута Мяни Вот И Я Тоже Делала Фотошоп Потому Что Я Еще Не Знала Что Тулбом Возможно Я Б Сделала Ее Быстрее Вот Ну Вот Это Было Вот Именно Вот Здесь Вот То есть Так Она Была Рисована То есть Что Мы Тут Видим Мы Видим Просто Контур И Заливка И Все А так Все Движения В принципе Они Все Те же Самые Что И В Упражнения Вот Здесь Вот Если Кто Заметил Это Тут Маятник Вот Прям Чистый Маятник Просто Он Двигается Вниз Постепенно Спускается На Логотипе Вот Потом Еще Есть Так Вот Прыжок Как раз Зайчишки Вот Это То же Самое Что И В упражнении Дувально Можно Просто Было Отрисовать Опа Опа Вот Можно Так Прыжок Использовать Вот Ну Единственное Что На курсе Как Надя Говорила Что Желательно Использовать Какие-то Простые Формы То есть Вот У нас Есть Мышка И Да Мышка И девочка То есть Можно Использовать Нашу Мышку А Можно Взять Что-то Свое У нас Другая Мышка Да Это Черновая Анимация Которая Была Подготовлена Для Этого Ролика Все Довольно Просто То есть Даже Такие Вещи Можно Спокойно Делать После Первого Первого Курса Есть ли Какие-нибудь У вас Еще Вопросы Если Вопросов Нет Нам Наверное От себя Уже Тоже Наверное Нечего Нечего Добавить Я думаю Мы рассказали Все Единственное Я напомню Что Зимний Сезон У нас Стартует 12 февраля Занятия По этому Курсу У нас Запланированы По средам В вечернее Время Соответственно Первое Занятие Будет 14 февраля Группы На этом Курсе У нас Очень Маленькие Поэтому Если Вы Еще Только Планируете Только Планируете То Я Рекомендовала Бы Вам Планировать Решаться Может быть Чуть Быстрее Потому Что Набор На курс У нас Всего Три Раза В год И Если Сейчас Группа Окончательно Оформится То Мы Уже Будем Принимать Заявки Уже Только На Летний Сезон Сезон У нас Стартует Зимний Сезон Это Ориентировочно Февраль Летний Сезон Это Где-то Будет Ориентировочно Июль И Потом И потом Уже Будет Октябрь Это У нас Осенний Сезон Да Алексей Решайте Ну Анимация Это Для Очень Таких Людей Мотивированных И Очень Скрупулезных Которые Потом Вот Все Это Прорисовывать За тот Жизот Какой Да Это Правда Ну Что Если Вопросов Больше Никаких Нет То Я Поблагодарю Вас За то Что Вы Провели Это Время С нами Надя Спасибо Тебе Большое Спасибо Большое Нашим Гостям И Я думаю Что Я надеюсь Что Мы С вами Скоро Увидимся В зимнем Сезоне Всем Спасибо Пока Пока